всем привет сегодня не совсем стандартный топ для канала ведь здесь будут не только оффлайн но и онлайн игры которые достойны чтобы о них упомянули так что надеюсь на вашу поддержку виде лайка ибо такие видео как правило смотрят гораздо меньше людей но сил на создание такого топа уходит ровно столько же так что еще огромное спасибо всем тем кто рекомендует мне игры тем самым помогая создавать эти топы ваша поддержка для меня неоценима именно поэтому я и устраиваю розыгрыше под каждым видео чтобы хоть как-то вас отблагодарить вот кстати победители под прошлым видео все условия кому интересно есть в описании ну и приятного просмотра 10 место shadow gun legend ну и коль подразумевает наличие онлайн-игр то начнем с представления энных это шутер от первого лица с элементами rpg в стилистике кибербудущего где человечество снова в опасности благодаря нападению неземных цивилизаций а мы же в роль новобранца никого отряда shadow gun который также является последней линии обороны должны выполнить свой долг и защищать землю для этого доступно более 200 миссий на 4 различных планетах а также есть режим кооперативного прохождения что не просто приятно но еще и полезно моменты самоизоляции дабы не терять контакт с людьми хотя бы виртуальном мире ну а также с людьми можно сражаться в пвп благо для этого доступно множество разнообразного оружия которое тут насчитывает более 600 видов и свыше 1000 элементов улучшения брони причем насколько я мог заметить за те несколько часов что тестировал игру донат тут сугубо косметический и баланс не портит что как по мне заслуживает похвалы девятое место zombie diary 2 evolution это кстати тоже шутер но с видом сбоку и уже против зомби которые поглотили весь мир и мы должны зачистить различные районы с ними сражаясь при этом несмотря на всю однообразность игра постоянно подбрасывает дров костюр интереса ведь сначала просто прут зомби по одному и мы их можем отстреливать получая за это деньги и прочее для улучшения оружия и своего персонажа но после открывается возможность исследовать больше оружия и параллельно с этим толпы зомби увеличивает свой наплыв но и на это им можно ответить меха костюмам обучением своего перса который станет доступным после пяти игровых дней и прочим а они то и зомби будут становиться в ответ более устрашающими сильными и разнообразные короче довольно бодро я бы даже сказал веселая игра которая с легкостью может увлечь и в которой можно потратить не один день но игра только на девятом месте ибо не обновлялась 2018 года что в некоторых местах заметно а также если все-таки прокачаться но если не до максимума хотя бы просто до какого-то большого уровня то смысл игры теряется ведь нет ничего нового но поначалу игра топ 8 место almost a hero rpg очень занимательный кликер в приятной стилистике и с интересной задумкой где нам нужно помогать группе неудачников стать героями развивая их статы правда неудачниками их называют только разработчики на самом же деле если их хоть немножечко прокачать они отлично справляются с навалами врагов даже без нашей помощи вообще как и в любых кликерах тут все строится на закликивание врагов правда опять же после прокачки персонажей делать это совсем не обязательно ибо с повышением уровня и численности героев будут меняться и локации и враги что иногда все же вынуждает вмешаться но только до момента прокачки вообще игра нереально однообразная и лично меня увлечена долго не смогла да по первой весело но все же со временем начинает под надоедать возможно из-за того что я не особо-то и фанат такого жанра да и не совсем понятно зачем здесь интернет но написали мне об этой игре по меньшей мере два человека и все к тому же никиты возможно именно поэтому мне игра и не зашла ибо я как бы не никита плей маркете у игры довольно много положительных отзывов где люди прям восхищаются этой игрой и при этом они никиты так что можете и вы попробовать если нечем занять свои шаловливые или не очень пальцы а вось понравится 7 место в л джиз онлайн тактика 2 на 2 и хоть эта игра и строится на военных оружии и стрельбе механики здесь абсолютно другие ведь это пошаговая стратегия где не просто нужно бесцельно тыкать по экрану а по-настоящему думать и просчитывать ходы наперёд и тут на под управление даются пара юнита ведь теперь их судьба зависит от наших решений так главная задача это вместе союзником убить всех противников и это блин невероятно увлекающе так что то что игра онлайн полностью оправдывается реальными игроками ход мыслей которых предугадать не так то и легко и дабы победить приходится действительно строить свою тактику и насколько бы она не была безупречной не факт что все сработает ведь солдаты могут промахнуться враги уклониться да и просто могут не вовремя закончится пули а перезарядка это как никак один ход который может стать решающим причем наши подчиненные делятся на несколько классов среди которых стандартный штурмовик и снайпер дающиеся в начале игры а после можно нанять более опытных наемников которые более профессионально выполняют поставленные задачи или прокачать уже имеющихся также замена и прокачка доступна для оружия которое у вас создано по реально существующим прототипом да и вообще игра нереально топовая особенно если вы любите пораскинуть мозгами шестое место эскейпист мне когда эта игра встречалась и в топах на пк и что удивительно несмотря на свою пиксельную графику которая многим не по душе здесь ее любят ибо это некий стиль который позволяет лучше погрузиться в происходящее на экране тут главная задача сбежать из мы вот только вам решать как это делать хотите громко поднимите пункт хотите тихо копайте подкоп и многое-многое другое можно даже скосплеить побеги с шоушенка только для этого сперва все нужно тщательно продумать ведь мы находимся под полным наблюдением охраны почти что 24 на 7 и нужно всегда быть на два шага впереди стражей закона а для этого придется крафтить из обычных непримечательных вещей инструменты для свершения своего плана собирать вокруг себя банду сражаясь или подкупая заключенных зарабатывая авторитет вы даже сможете захватить тюрьму если захотите но пока план или подготовка к нему не закончена нужно не привлекать внимание ходить на проверку работать и стараться не вести себя подозрительно игра кстати платная но думаю вы и сами прекрасно знаете где находятся ссылки для бесплатного ознакомительного скачивания конечно же в закрепленном комментарии пятое место dream ledge soccer 2020 знаете я тут заметил учет моих видео редко попадаются какие-то спортивные игры так что нужно это исправлять и хоть я не большой фанат футбола по мне лучше бросать мяч нежели пинать но вкусы у всех разные да и про баскетбол никто ничего пока не советовал в общем это футбольный симулятор где разработчики сделали упор на качественную графику и анимации и здесь даже участвовала технология захвата движения а также на реалистичное поведение нпс на поле где фалить могут как союзники так и враги вратари даже самые топовые могут с маленьким шансом закатить мяч свои ворота и такое подобное насколько игра отличается от других аналогов сказать не могу да и незачем если вы любитель футбола или футбольных симуляторов то игра может увлечь да не слишком исчерпывающее описание ведь как говорилось ранее не то чтобы и фанат подобных игр но если судить по отзывам кое в плей маркете свыше полумиллиона то игра вполне себе и даже лучше четвертое место king of crabs по сути это мультиплеерная королевская битва среди крабов или даже если кто помнит то некий аналог чашки петри где все строится на поглощение других игроков тут ровным счетом также задача разве только отличие в том что мы управляем крабом а также есть разные улучшения которые можно собирать на карте такие как щит для защиты палки и другое оружие для атаки ну и просто хилки ибо даже если никого не убивать и не атаковать очки здоровья все равно уменьшится так что даже лидерство удержать не такая простая задача хотя учитывая что в первой же игре когда я зашел затестить эту игру у меня получилось засечь топ-3 на этом сервере то все не так уж сложно а может быть просто мне повезло ведь как говорится новичкам везет в любом случае игра меня затянула с головой в игровой процесс если бы меня не слили то я уверен залепал бы еще долго так что если у вас есть безлимитный интернет и желание приятно провести время конкурируя за первенство с другими игроками то как по мне игра идеально хотя весьма сильно начинает нагружать телефон когда краб увеличивается до максимальных размеров третье место dark stories и да хоть игра оффлайн то есть не требует для запуска интернета но требует нескольких игроков ведь суть тут заточена на зачитывание ведущим каких-либо ситуаций а остальные играющие должны отгадать заложенную них загадку задавая вопросы ведущему который может отвечать только да или нет а учитывая что сейчас карантин то встретиться и сыграть с друзьями не получится единственный вариант это связаться через обилие самых разнообразных мессенджеров и играть там в онлайне причем и самоизоляция проходит веселее и есть интересный повод пообщаться друг с другом ну а также можно сыграть со своей семьей в оффлайне так что игра практически универсально от этого и третье место ибо в отличие от большинства игр где геймплей заточен на одиночную игру даже если это мультиплеер по ты играешь сам против других игроков особо с ними не общаясь тут же как раз таки все и наоборот на общении и заточена игра и как по мне во время самоизоляции чтобы крыша не поехала это довольно таки актуально второе место kingdom new lands это еще одна пиксельная игра в топе фанатом коих я и являюсь но игра может порадовать не только графической составляющей но еще и геймплейной своей частью хотя давайте во всем по порядку графика как я уже говорил тут великолепно и пиксельный стиль тут именно что для пущего погружения в игру и сделан с вниманием деталям анимациям и прочему хотя уровне довольно линейные позволяет двигаться только вперед или назад геймплей же строится на исследование мира и сборе средств для развития собственного королевства которое сперва нужно построить но не все так просто ведь каждую ночь на замок будут нападать жадные демоны проникая наш мир через порталы и жаждущие похитить все золото и корону а нам нужно этого не допустить возводя укрепление нанимая рыцарей и прочих защитников конечно же за найденные или добытые деньги причем это порт игры с пока к тому же сразу с расширением new land где задача не заканчивается на постройке города и закрытие порталов но и на постройке корабля дабы свалить к лучшим землям в общем игры конечно на любителя но увлекает знатно так что советую всем попробовать ссылка на ознакомительное скачивание находится там же и первое место sky child of light ранее я уже упоминал об этой игре в топе но тогда она была доступна лишь на ios и все владельцы андроидов могли довольствоваться лишь беты сейчас же игра вышла наконец-то в релиз и каждый может защитить на себе ее душевность здесь мы в роли неких детей света будем исследовать окружающий мир искать духов и потерянные звезды парить с помощью накидки в воздухе и просто релаксировать игра неспешная и отлично подойдет для того чтобы залипнуть со своей девушкой или женой возможно просто друзьями или незнакомыми людьми которые также решили приятно провести свое время наслаждаясь расслабляющей музыкой невероятно красивой графика неспешным геймплеем красочными катсценами проработанным миром и прочим правда у меня игра вызвала немного спорное ощущение сперва ее нужно скачать как и любую другую игру затем она внутри игры начинает загружать файлы что как бы тоже нормально но затем она опять меня попросила скачать игру из play маркета после чего ее нужно было еще и там же обновить не исключаю что это только у меня такое было но когда я все же скачал и обновил игра поглотила меня что называется с головой и только желание написать этот топ меня оттуда вытащила так что советую всем вне зависимости от ваших вкуса и предпочтений игра как для смартфонов высший класс так что обязательно стоит попробовать тем более она бесплатная ну и на этом все благодарю за то что досмотрели до конца пишите как вам видео тем самым принимая участие в конкурсе и получая возможность попасть в стоп комментов как эти ребята из прошлого видео ну и надеюсь я заслужил ваш лайк и подписку не скучайте скоро новая часть разбора сюжета метро экзодус так что до новых встреч пока и и Субтитры сделал DimaTorzok